приветствую всех еще немного мысли о каллиграфии о письме и конкретно конкретная тема моих сегодняшних рассуждений эта тема тренировочного процесса но это очень важная тема особенно для ребят которые начинают только заниматься каллиграфии письмо пока еще не знают точно как организовать тренировочный процесс максимально эффективно для себя своего навыка и так и так но первоначальные этапы я уже затрагивал то есть да когда вы начинаете только проходить какие-то шрифты тут важно сконцентрироваться на конструкции буквы на форме буквы на углах постановки инструмента если это плоское перо и так далее и когда вы погружаетесь конкретно в какой-то тип письма будь то там русский полустав каролинский минускул и еще какой-то там шрифт недостаточно только то недостаточно только той информации которую вам дают в школе или вам дают мастер у которого вы учитесь обязательно важно для вас погружение в эту тему ну прямо вообще с головой то есть это очень важна насмотренность разных работ в этом направлении и известных мастеров и прошлого и может быть настоящего там может быть какие-то современные экспериментальные даже какие-то вещи например там если готика там и тогда готическая группа и так далее это просто будет расширять ваш кругозор этот первоначальный такой этап когда уже все вы уже познакомились с шрифтом начинается вторая стадия работы с этим шрифтом то есть я называю эту стадию оживить шрифт до превратить шрифт превратить уже непосредственно в письмо живое пластичное эмоциональное и так далее как теперь здесь нужно организовывать свой свой тренировочный процесс смотрите есть два очень важных направления по которым следует работать первое направление я называю письмо работать с письмом в холодную а второе работать с письмом через написание через написание большого количества тренировочных этюдов листов этюдов и так далее сейчас я поподробнее постараюсь остановиться на каждом из этих моментов что такое письмо в холодное это просто я снимаю любую книжку с полки начинаю переписывать вот тем тем типом письма который проходил если это латиница то я беру латинскую книжку там английскую испанскую если это русское письмо мы берем соответственно русская не обязательно вам всю книгу переписывать понимаете то есть такая непосильная задача как быть перед вами не стоит вам нужно просто поработать с письмом холодную с текстом который вы не знаете это научит текст который вы не знаете это научит вас импровизировать уже непосредственно в листе уже непосредственно с пером в руках то есть вы там будете видеть связки такие которых вы Symbolриз в возможно не проходили и таких связок у вас просто нету как был опыта на работа на прописывания вот это делать надо регулярно на протяжении ну довольно длительного времени чем больше вы работаете с письмом в холодную, тем для вас, для вашего письма лучше. Я, например, продолжаю с письмом в холодную работать постоянно. То есть, несмотря на то, что у меня опыт и навык уже довольно большой. Вот. Это письмо в холодную. Здесь очень важно, чтобы вы текста не знали. Не важно, чтобы у вас там прям какой-то четко промежу... Как сказать, текст входил в лист или не входил. Просто закончился лист, вы прервались, перешли на следующий как бы... Здесь очень важно, вот я сказал, здесь очень важно научиться импровизировать уже в листе с тем текстом, который у вас есть. Далее, вторая часть это написание большого количества тренировочных этюдов. Что это такое? Это уже работа с конкретным хорошим текстом, который вы знаете. То есть, вы выбираете, например, какую-то фразу или какое-то стихотворение, там, я не знаю, блок текста одним словом какой-то, да? Который вы прочитываете.